Здоровый человек – это счастливый человек. А потому каждый из нас должен стараться, чтобы физические расстройства были не более, чем исключительными явлениями. Здравствуйте! В эфире передача «Медицина, здоровье, красота». В сегодняшнем выпуске программы «Медицина, здоровье, красота» вы узнаете о том, стоит ли удалять родинки. Какие упражнения наиболее эффективны для растяжения мышц? Далее в программе говорим о прививках. Постоянная рубрика «Аптекарский огород» и рецепты наших телезрителей для борьбы с иномией. Дискомфорт, вызываемый наличием на лице и теле новообразований в виде родинок, попелом и бородавок, известен многим. А вот эффективное их удаление появилось совсем недавно. Однако прежде чем говорить о том, как проводится удаление, следует знать, что некоторые новообразования могут быть опасными для здоровья. Здоровая, красивая кожа – это визитная карточка каждого человека. И когда с ней возникают проблемы, мы стараемся как можно быстрее их решить. Но стоит ли торопиться, особенно, когда сталкиваешься с такими названиями, как попеломатозный, внутридермальный наивус, гемоангиома, кератоз? Чтобы результат вашего лечения вас удовлетворил и внешний облик стал безопречен, обязательно получите консультацию врача. Кожа – тот орган, который, собственно, представлен всем. И все могут оценить, и самое главное – принять какие-то решения. А с точки зрения онкологии, чем раньше вы увидели изменения, тем целесообразнее обратиться и в лучшие результаты лечения, если это даже оказывается злокачественная патология. При современных методах лечения удаление опухоли в первой стадии практически гарантирует выздоровление. Поэтому это та, скажем, область, в которой успех лечения во многом зависит от самого человека, потому что он может увидеть эти изменения на коже, он может вовремя позвонить, обратиться к доктору или принять какие-то самостоятельные решения. Поэтому, скажем, информация человека о том, что там происходит, является достаточно актуальной. Из того, что мы можем в основном выделить, это касается, скажем, берем раздел «злокачественные образования», врожденные пороки, приобретенные инфекционные заболевания, либо, скажем, приобретенные заболевания, которые обусловлены аллергическими проблемами, генетическими изменениями, различными сложными заболеваниями либо токсическими проявлениями. Этот раздел очень обширен. Поэтому, конечно, говорить человеку, что вы смотрите на то, на это, очень сложно. Ему нужны основные понятия, что там может быть и на что имеет смысл обращать в первую очередь. Проблемы, которые возникают, они обычно связаны уже с возрастом полового созревания, когда реализуются, скажем, уже те пороки, которые были заложены, а к ним относятся те самые невос или родинки, это нарушение закладки меланоцитов, так называемых пигментных клеток. Клетка, нарабатывающая черный пигмент, защищающий нас от солнца. Они представляют, вот эти клетки, основную угрозу по развитию одной из самых злокачественных опухолей – меланомой кожи. Поэтому в этом аспекте надо быть очень внимательным. Человеку, который смотрит на эти невос, очень трудно оценить прямые или костные признаки. Он не знает, как, даже открыв интернет и увидев это огромное количество картинок, просто несметное количество различных комментариев и мнений, он, естественно, потеряется. И, возможно, впадет в панику и срочно побежит. Ну, конечно, в этом плане целесообразно говорить, что, естественно, что если у человека что-то непонятно, он должен обратиться к врачу в первую очередь. Посмотрев его, там, его семейный врач или терапевт направляет его к онкологу, если, скажем, опыт обычного врача недостаточен, чтобы оценить происходящее. На что должен обратить обычный человек? На какие критерии? То есть, если мы говорим о злокачественном росте, все начинается буквально с одной клетки. Потенциал развития опухоли – вот это неконтролируемое деление клеток, происходящее достаточно длительно во времени. Обычно это занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Все зависит от скорости деления этих клеток. Поэтому, если родинка претерпевает изменения, это не происходит за один-два дня. То, что часто случается, чисто травматического плана. Человек проснулся утром и вдруг увидел на теле какую-то красно-черную, набухшую родинку, и он считает, что это уже меланом. На самом деле, в обычной невус или в ту же папилону произошло кровоизлияние травматического характера. Поэтому он должен понимать, что за такой срок зло не появляется. Если человек не обладает достаточной информацией о каком-то виде заболевания, то ему бывает очень сложно трактовать, когда он видит какое-то образование на коже, особенно нетипичного, скажем, характера, то ему будет очень затруднительно оценить, к чему относится это заболевание. И представляется определенная опасность в том, что, сделав неквалифицированные шаги, можно усугубить течение болезни. Если оказывается это, скажем, злокачественная опухоль, то надо быть очень аккуратным. И там подбор методов вмешательства, он четко ограничен. И определяется онкологом. Потому что неправильная манипуляция может привести к усугублению течения заболевания, к ускорению ее роста и к осложнению местных каких-то проявлений, к ухудшению условий для трактовки процесса. То есть ухудшает как само течение болезни, так и создает проблемы для онколога в трактовке самого вида заболевания. То есть он не может понять, что же там произошло. То есть это, конечно, тогда определяет требования в более внимательном отношении, немножко расширяются, скажем так, методы воздействия. Ну, то есть, в принципе, это уже выходит за рамки стандартов, и тут начинаются проблемы. Сейчас мы видим на этом примере последствия воздействия химического ожога, вызванного чистотелом на кожу, который предприняли как метод лечения вирусного поражения. Но вот, к сожалению, химическое воздействие, оно неконтролируемое по глубине, и трудно представить, как долго это будет. Но вот вторичные изменения, возникающие, долго заживающие поверхность, которая может, скажем, формировать какие-то фиброзную неоднородность, плюс реакцию сосудистой ткани, такую реактивную гемангиому, в дальнейшем затрудняет для нас трактовку того, что же там произошло на самом деле, что было исходно, и что сейчас происходит. Потому что эти ткани, они мало того, что затрудняют визуализацию и оценку косвенных признаков, они также позволяют, скажем, болезни, если она представляет какую-то угрозу, распространяться в глубокие слои кожи. И для нас уже это представляет проблему в диагностическом плане. Если так суммирует все, сначала посоветуйтесь с онкологом, прежде чем приступать к удалению каких-то образований, особенно имеющие либо пигментацию, выраженную пигментацию, либо соответствующие длительным воспалительным реакциям, которые не проходят в течение 4-5 недель. Потому что есть виды опухоли, ведь опухоли поражения кожи, они же не только ограничены, скажем, меланомой, типичным раком, то есть могут развиваться так называемые лимфомы, могут иметь место метастазов кожи другого плана злокачественных образований. Поэтому всем должны этим заниматься специалисты. Первичную оценку всех сомнительных случаев должен проводить онколог. А в дальнейшем, уже проведя необходимые оценочные критерии, манипуляции или подтверждая диагноз, он уже решает, что, да, скажем, эта проблема не относится к онкологической, это все можно удалить в условиях косметологической клиники. Примерно рассказывает, какие методы наиболее целесообразны. Ну и человек совершенно спокойно все это продолжает улучшать свою кожу. Как часто мы игнорируем упражнения на растяжение мышц? А напрасно. С возрастом необходимость растяжки становится актуальной. Если гибкость не развивать и не поддерживать, то она будет потеряна, что в конечном итоге может привести к заболеваниям. Исходное положение первого упражнения. Лягте на спину, согните правую ногу в колени и подтяните его двумя руками как можно ближе к груди. Левую ногу силы выпрямите на полу. На выдохе подтяните правое колено еще ближе к груди. Затылок должен быть плотно прижат к полу. Обхватите бедро правой ноги руками. Затем медленно поднимите ее вверх, плавно разгибая в колени, пока не почувствуете напряжение в мышцах. Оставайтесь в этом положении 10-30 секунд. Потом поменяйте положение ног. Повторите упражнение 2-3 раза. Второе упражнение. Исходное положение. Лягте на живот, положите лоб на тыльную сторону левой ладони, согните правую ногу в колени, обхватите правой рукой правый коленостоп. На выдохе мягко тяните пятку к ягодице. Левая нога должна быть выпрямлена, таз прижат к полу. Удерживайте это положение 10-30 секунд. Затем поменяйте положение ног и рук. Повторите 2-3 раза. Третье упражнение. Исходное положение. Сядьте на пол. Правая нога вытянута вперед и лежит на полу. Левая согнута и перекинута через правую. Спина ровная, руки на полу. На выдохе начните поворачиваться в сторону противоположной стопе перекинутой ноги. Слегка помогите себе руками. Спину держите ровной. Удерживайте это положение 10-30 секунд. Потом поменяйте положение ног. Повторите это упражнение 2 раза. Четвертое упражнение. Исходное положение. Лягте на спину в нескольких сантиметрах от стены. Поднимите ноги вверх. Пятки касаются стены. На выдохе медленно разведите ноги в стороны до ощущения комфортного растяжения мышц. Удерживайте это положение 10-30 секунд. Повторите 2 раза. И последнее упражнение. Исходное положение. Упритесь руками в стену, наклонив корпус вперед параллельно полу. Ноги прямые на ширине таза. На выдохе надавите ладонями на стену, одновременно подтягивая плечи к ушам и сохраняя ноги и руки прямыми. На выдохе надавите ладонями на стену, затем плавно слегка согните колени, отводя корпус дальше назад. Сохраняйте руки и спину прямыми и вытянутыми. Сдержитесь в этом положении на 10-30 секунд. Повторите 2-3 раза. Инфекционные заболевания, а также полученные осложнения, занимают далеко не последнее место в медицине. Самый простой и распространенный метод борьбы с ними – проведение профилактических прививок. Их эффективность была доказана Эдвардом Дженнером, который в конце 18 века привил 7-летнему ребенку коровью оспу. Однако далеко не все готовы считать эти факты убедительными, полагая, что искусственное введение чужеродного белка прямо в кровь вредно. Такой подход к этой проблеме не объективен. Ведь когда непривитый ребенок заболевает естественным образом, у него в крови циркулируют чужеродные полноценные патогены-возбудители. В работе врача детской поликлиники важное место занимает профилактика. И среди профилактики наиболее важным разделом является иммунопрофилактика. Целью иммунопрофилактики является предупреждение, ограничение распространения и ликвидация инфекционных заболеваний. Работаем мы в поликлинике по закону об иммунопрофилактике. И прививки проводятся в рамках национального календаря профилактических прививок. Прививки в наше время имеют большое значение. В наши дни происходит большая миграция населения. Многие родители с детьми выезжают на отдых, выезжают за границу, пользуются общественным транспортом. В наше время является также проблема заболеваемости туперкулезом, остается актуальной. Поэтому вакцинация детей начинается с раннего возраста и уже в роддоме. Прививки проводятся в соответствии с национальным календарем прививок и в сроки, указанные в этом календаре. В первые часы после рождения ребенка проводится вакцинация против вирусного гепатита B. При выписке ребеночка из роддома, ребенок его прививает от туберкулеза. Это вакцина БЦЖ. Дальнейшие прививки проводятся в поликлинике. И в поликлинике перед проведением прививки проводится обследование ребенка. Оно включает в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, термометрия, осмотр ребенка педиатром, выяснение эпидокружения, то есть имеются ли в семье, в детском саду и в школе, в окружении ребенка, больные инфекционными заболеваниями. И прививки также проводятся с согласия родителей. Календарь прививок включает в себя, значит, мы дальше продолжаем вакцинировать детей от гепатита. Вакцинация против гепатита проводится трехкратно. Вакцинация, как я уже сказала, в роддоме. Повторная вакцинация в три месяца и еще одна вакцинация, третья, в шесть месяцев. Вместе с гепатитом В в три месяца проводится вакцинация от дифтерии, как люши столбняка. Это комплексная комбинированная вакцина, которая делается одной инъекцией, которая тоже проводится трехкратно с интервалом 45 дней, в три месяца, в 4,5 и в 6 месяцев. И в последующем для сохранения стойкого иммунитета проводится ревакцинация в полтора года. И в дальнейшем уже в 7 лет и в 14 лет. И далее взрослым через 10 лет повторяется. И сейчас в календарь прививок вместе с гепатитом АКДС включен еще и полиэмиелит. Полиэмиелит вакцинация проводится также в три месяца. То есть в три месяца у нас ребеночек получает три прививки. Это гепатит, АКДС и полиэмиелит. Вакцинация полиэмиелитом проводится совместно с АКДС. Также трехкратно, с интервалом 45 дней, то есть в три месяца, в 4,5 и в 6 месяцев. И на втором году проводится ревакцинация для сохранения стойкого иммунитета. Ревакцинация проводится в полтора года и в год и 10 месяцев. И в последующем также в 14 лет у школьников. Еще мы прививаем от кори, свинки, эпидпаратита и краснухи. Эти прививки проводятся ребеночку в годе. И ревакцинация повторяется для создания также стойкого иммунитета в 6 лет. Реакция МАНТУ повторяется ежегодно. Для того, чтобы выявить, как развился иммунитет, который, после прививки, которую провели в роддоме. Если у ребенка в течение 3 лет, в 5, в 6 и в 7 лет реакция МАНТУ отрицательна, значит, повторяем 7 лет прививку против туберкулеза, БЦЖ. В 7 лет и повторно в 14 лет. Но она показана не всем детям, а только детям, у которых реакция МАНТУ отрицательна в течение последних 3 лет перед прививкой. Настраиваемся на удовлетворительное течение поствакцинального периода. Вакцина вызывает какие-то изменения в иммунном статусе ребенка. Иногда отмечается повышение подъема температуры. Ребенок может быть более активным или, наоборот, более вялым. То есть мы мамам рекомендуем посмотреть за состоянием ребенка после прививки. В зависимости от разных прививок наблюдаем за реакцией на прививку в разные дни. От полиэмилита, допустим, на 2-7 день, от дифтерии на следующий день, от кори и свинки на 6-8 день после проведенной вакцинации. И состояние здоровья ребенка проверяет патронажная медсестра после прививки. Как ребенок перенес прививку. Если у ребенка возникает высокая температура или какие-то другие отклонения, то тогда уже вакцинация у нас индивидуальный подход. И составляется индивидуальный план прививок для этого ребенка с использованием ослабленных вакцин. Вакцин, которые исключают, допустим, хоклюшный компонент. Это вакцины АДСМ. Или вакцинация проводится импортными очищенными вакцинами. Это имовакс поле, который мы прививаем теперь всех детей с этого года до года, используем для вакцинации. И также детям с некоторыми заболеваниями, допустим, с этапическим дерматитом или с судорожными состояниями, проводим вакцинацию очищенной импортной вакциной Infanrix. Здоровье ребенка бесценно. Прививать или нет? Научные данные убедительно доказывают, что от вакцинации в целом больше пользы, чем вреда. Так что сделать рекомендуемую вакцинацию гораздо менее рискованно, чем отказаться от них. Рубрика «Аптекарский огород» снова открывает перед нами неизвестные качества знакомых растений. Имбирь с древних времен славился своими свойствами. Его высоко ценили и добавляли в различные блюда и напитки – чай, пиво, вино, настойки. Но имбирь славится не только как пряность, но и как лекарство. Ведь химический состав имбиря очень сложен. Именно поэтому его вкус и аромат так тонок и оригинален. Известно, что имбирь хорошо разжижает кровь, благодаря чему мозг лучше снабжается кислородом. По этой причине блюдо с имбирем очень полезно для людей, занятых интеллектуальным трудом. Острый аромат пряности устраняет повышенную утомляемость, вялость, апатию, усиливает уверенность в себе. По мнению восточных лекарей, регулярное употребление имбиря просветляет разум. Имбирь является еще и прекрасным иммуномодулятором. К тому же это одно из самых эффективных средств для выведения токсинов из организма. В качестве профилактики простуд имбирь подойдет как взрослым, так и детям. При самых первых симптомах простуды необходимо отрезать кусочек этой душистой пряности и не торопясь разжевать его. А вот 2 чайные ложки имбиря с солью и лимоном, принятые перед едой, помогут избавиться от боли в горле. Благодаря своей высокой антимикробной активности имбирь поможет отцелиться от воспалений слизистой оболочки полости рта. Известно, что имбирь улучшает переваривание животных белков, поэтому к мясу и рыбе обязательно добавьте эту пряность. Помимо прочего, в сочетании с йогуртом имбирь укрепляет слизистую желудочно-кишечного тракта, что является профилактикой многих заболеваний. Кроме того, имбирь отлично тонизирует систему кровообращения, и если в ванну добавить сваренный настой, то это будет очень полезно для вашего организма. Считается, что имбирь обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, поэтому при артрите, боли в спине можно облегчить себе состояние путем наложения повязок со смесью имбиря, перцем чили и куркумы. Мы продолжаем знакомить вас с рецептами наших телезрителей, но еще раз хотим напомнить, что перед применением любого рецепта вы должны проконсультироваться с врачом. Первый рецепт, который я хотела бы предложить нашим телезрителям для лечения анемии. Для этого нам потребуется Взять по 400 граммов кураги, белого сушеного кишмиша, сушеной клюквы, 400 граммов грецких орехов и 500 граммов меда, курагу, изюм, клюкву и орехи перемолоть через мясорубку. Затем добавить мед. Данное средство мы применяем в течение месяца, затем месяц перерыв и месяц повтора. Это средство поможет при лечении анемии. Второй рецепт, который я хотела бы предложить нашим телезрителям для лечения анемии. Нужно взять 2 грамма сушеного корня женьшеня, смешать его с одним стаканом меда, лучше гречишного, настаивать его в течение недели, 2-3 раза в день перемешивая. Полученное средство принимать на кончике чайной ложки 1 раз в день в течение месяца. Месяц перерыв и месяц повтора. Это средство очень хорошо поможет при лечении анемии. Третий рецепт, который я хотела бы предложить нашим телезрителям для лечения анемии, называется яблочный чай. Нужно взять 3 крупных яблока, не очищая их от кожуры, залить 1 литром кипяченой воды, варить на медленном огне 10 минут, пить как чай, добавляя мед по вкусу. Это отличное средство для лечения анемии, которое поможет нашим телезрителям. Наша программа подошла к концу. Помните, дорогие друзья, только от нас самих зависит, насколько мы можем быть здоровы, а значит счастливы. Всего вам доброго! С вами была Татьяна Ковалёва.